Сейчас ты можешь приехать в приют, не надо никому никаких денег давать. Ты можешь прийти, поработать сам с животными, посмотреть в каких условиях они здесь находятся. И смотри, ты заходишь в такой магазинчик, беда в том, что вот здесь квадратов 7, не больше. И теперь смотри, ты приезжаешь, ты покупаешь вот эту баночку, вот, например, 2 евро 50, 22 евро мешок, 40 евро, 11 евро, цены разные. Самое дешевое евро 30, например, питание для кота. То есть ты просто покупаешь это, платишь, и они несут и будут кормить этим животным. Есть проблема в том, что, это сейчас я от себя говорю, я к ним не имею никакого отношения. Я такой же волонтер, как и ты, будущий, а я нынешний. Примерно 1500 евро уходит только на корм в сутки. Только на корм в сутки. И их проблема, знаешь, в чем? Вот представь себе, у тебя там тысяча собак, кошек, у них тут олени, свинка, кого-то только нету. Даже есть вороны, которых сбили машины на улицах. В какой депрессии они живут ежедневно? Если у тебя на завтра есть деньги кормить животных, а на послезавтра их может и не быть. Представляешь, какой это прессинг? Вот представь себе, это твой приют, а здесь, в принципе, работают те, которые любят животных. Здесь другой не уработается, это 100%. И вот представь себе, что сегодня у тебя есть эти деньги, а завтра у тебя их не будет. Поэтому самое необходимое, что сейчас нужно приюту, это найти хорошего айтишника, который поможет создать свой интернет-магазин, чтобы люди дистанционно могли зайти и сделать через интернет, через е-покупку, купить там баночку еды для кошки или еще кого-то, находясь даже в другой части земного шара. Например, парень из Англии может купить баночку консервы, и у приюта тем самым появится какой-то дополнительный источник дохода. Если ты такой айтишник и человек с доброй душой, ты очень нужен этому приюту. Напиши внизу в комментариях, я вас соединю.